Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал, ну и мы продолжаем вести наш палеточный марафон. И сегодняшний ролик целиком и полностью будет посвящен именно разноцветным, цветным, радужным палеткам теней. У меня здесь также довольно большая стопка со всеми этими палеточками. Здесь имеются как более бюджетные бренды, так и бренды, уходящие в более люксовую сторону. В общем, очень много различных претендентов на попадание в вашу коллекцию, потому что я их все попробовала, поняла уже более или менее их формулу и смогу подробнейшим образом описать и рассказать. Все их слабые и сильные стороны, ну а вы уже будете выбирать и раздумывать над тем, что же конкретно нужно лично вам. Поэтому я очень надеюсь, что это видео для вас будет полезным. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, ставьте лайк, чтобы поддержать меня в течение этого недельного марафона, потому что сила моя почти на исходе, все-таки выпускать видео каждый день это огромная работа, это часы съемки и монтажа за кадром, поэтому обязательно поддержите меня лайком или дизлайком, абсолютно любая активность приветствуйте. Также я запаслась здесь уже влажными салфетками, потому что уверена, что устоять от влезания пальцами во все эти палетки у меня совершенно не получится. Уже очень слаба моя душенькая конкретно на разноцветные рефилы, и давайте уже переходить непосредственно к делу. Начну по традиции самых маленьких экземпляров. Мне показалось очень символичным начать как раз-таки с тех палеток, которые и запустили вот эту цветную волну. Я сейчас говорю о разноцветных девятках от бренда Huda Beauty из их линейки Gemstone Obsessions. У меня здесь имеются, наверное, практически все палеточки из этой линейки. Кажется, одну из них, вот эту вот фиолетовую, я получила в коробке Ipsy. Вот эти же все остальные я купила с огромнейшей скидкой в разгар распродажи на Черную Пятницу. Я так понимаю, что из-за того, что данным палеткам уже несколько лет и у них популярность на рынке слегка подупала, Huda распродавала данные палетки стоимостью в 10 долларов за каждую палеточку. Это даже дешевле, чем Color Pop, а в классических вот таких вот маленьких первых палетках от Huda мне очень нравится формула. Они как раз-таки все рабочие, поэтому я решила, почему бы и нет, собственно, и расширила свою коллекцию ровно на 4 палетки во всех оттенках, которые только предлагались в линейке Gemstone Obsessions. Также у меня имеется именно палетка, наполненная шиммерными оттенками, взятые практически из каждой из вот этих палеток в разных оттенках, и, наверное, я сейчас сначала расскажу про нее, а потом уже перейду к тем малюткам, мне так будет проще. И конкретно эта палетка, несмотря на то, что она все-таки разноцветная, потому что эта девятка сочетает в себе всего по чуть-чуть из всех вот этих палеток, и если говорить о ней, наверное, тем, кто не совсем привык к цвету и хочет слегка поэкспериментировать, нанося именно шиммерные тени, я могла бы с удовольствием советовать ее к покупке, потому что шиммеры в ней очень пигментированные, они действительно очень хорошо работают, и при этом их все можно оформлять при помощи классических коричневых, тепловатых, либо холодных оттенков, и затем уже на центр века наносить именно оттенок. И несмотря на то, что макияж будет все-таки в какой-то степени цветным, все они довольно приглушенные, не сильно броские, яркие, именно поэтому с ними можно как раз-таки приноровиться, научиться немножко работать с цветом, посмотреть, какие оттенки вам нравятся на себе, и в целом, конечно, из нее можно достать максимум пользы, потому что у меня нет претензий абсолютно никакому оттенку из тех, которые здесь имеются. Вот эти же палетки, они, конечно же, намного более самостоятельные, что если говорить, например, об этой очень интересной синеватой изумрудной, то же самое и про вот эту фиолетовую, и про зеленую, здесь уже имеются как раз-таки и шиммеры, и матовые оттенки для оформления этих шиммеров, для создания практически любого макияжа в подобных оттенках. Также красная палетка очень-очень заманчивая, такая ягодная, яркая, арбузно-летняя, и мне также очень сильно нравится оранжевая, она как бы стоит немножечко в отдельной такой категории для меня, потому что она, несмотря на то, что является довольно цветной, и это, по-моему, Topaz Obsession, у нее настолько интересные, золотистые, но при этом с таким очень красивым подтоном шиммеры, которые нечасто можно найти даже в ежедневных палетках, вот эти же малютки, конечно, на выбор, исходя из того, какой оттенок вы хотите попробовать, но вот это может подойти также прекрасно на каждый день, а не только в качестве какой-то цветной, яркой, оранжевой палетки. Также хочется сказать о том, что не все оттенки, как и ренда, в этих палетках работают на все 200%, шиммеры, конечно, яркие, без проблем наносятся, хорошо смотрятся, матовые тоже тушуются, но все-таки для создания очень эффектного и красивого макияжа нужно потренироваться, потому что не все, например, матовые оттенки сочетаются наиболее удачно, не все шиммеры хорошо смотрятся, и все-таки руку нужно немножко набить, особенно с вот этой вот синеватой палеткой, потому что желтый и вот этот голубовато-зеленый, они довольно капризные в плане нанесения растушевки, зеленый тоже можно получить немножко, знаете, какую-то такую замешанную кашу, но в целом, как однотонные именно девятки для того, чтобы распробовать какой-то из вот этих оттенков и цветов, вот эти худовские драгоценные камни, они действительно классные, тем более, что худо сама уже начинает распродавать их практически из-за дара. Нарвина же решила уйти в совершенно противоположное направление, и вместо создания абсолютно одинаковых по подтону оттенку гамм, она ушла в самое, знаете, такое свободное плавание разноцветных тонов и создает очень удачные девятки-палеточки, которые будут очень классно подходить на какой-то летний сезон, которые будут отлично работать и выдавать прекрасные, интересные, не замысловатые, но при этом довольно с изюминкой такие макияжи, и в целом мне нравится то, что она не придерживается какой-то конкретной тематики, в плане она не напихивает полностью палетку какими-то фиолетовыми, либо зелеными оттенками, и в общем-то здесь можно действительно экспериментировать, несмотря на то, что как бы подтон и сама тематика читается в оформлении палетки, в целом с ними можно играться практически бесконечно, при том, что пигменты действительно очень качественные, они прекрасно тушуются, хорошо работают, красные слегка могут пигментировать века, другие же оттенки, даже зеленые, например, никакого тинта не оставляют, шиммеры тоже здесь очень интересные, классные, необычные, и в целом эти две палеточки абсолютно полностью стоят своих денег, я за это точно ручаюсь, и мне они очень нравятся, блин, они такие пигментированные, посмотрите, вот просто наносятся так ярко и так классно, что я даже не знаю, что еще может испортить впечатление от этих палеток, и я уже показывала их в своем рейтинге палеток Anastasia Beverly Hills, они там стояли довольно высоко, и я до сих пор за них ручаюсь, потому что это реально очень классные, яркие, сезонные такие девятки, от которых периодически хочется отдыхать, но при этом к них постоянно хочется возвращаться, и их невысокая стоимость и очень хорошее качество говорят сами за себя. Мне кажется, что в последнее время все именно цветные палетки стали выходить в девятках, потому что Color Pop очень быстро просек фишку худой, и начал выпускать однотонные девяточки, которые уходили в какой-то один конкретный оттенок, у меня на самом деле имеется всего лишь фиолетовое, сиреневое и персиковое, также есть несколько других девяток, но они уже более нейтральных, таких не супер ярких оттенков, но в целом я хотела показать вот эти, потому что они оказались действительно очень классными, буду, наверное, объяснять на примере Lilac, потому что все вот те цветные палетки, они в какой-то степени очень сильно похожи больше на нее, чем на вот эти два более старых запуска, ну или может быть даже персик тоже можно открыть. У Color Pop в целом очень классные тени, особенно супер пигментированные матовые оттенки, у меня на глазах сейчас находятся тени от Color Pop, но это палетка, которую я покажу чуть позже. В целом, если вам нравится какой-то конкретный оттенок из тех, которые представлены в этих девятках, я говорю вам, что точно сомневаться не стоит, покупайте, потому что они реально хорошо работают, у вас получится создавать абсолютно любые макияжи, которые вы бы только хотели создать при помощи данных оттенков, потому что Color Pop предоставляет не только разницу оттенков, но и разницу текстур, разницу финишей, здесь имеются как глиттерные оттенки, так и просто шиммерные, доохромящие, уходящие чуть более глубоко куда-то в персиковый оттенок, либо фиолетовый, также вообще просто супер светлые, яркие, нежные, которые можно наносить как для растушевки, так и для мономакияжа, как сейчас любят делать совсем уже молоденькие девушки в инстаграме. И, в общем-то, вот с этими девятками можно прям убить всех зайцев одновременно, потому что они классно работают, они представляют собой как раз-таки тот оттенок, на который вам хотелось бы обратить наибольшее внимание, и в целом предоставляют действительно очень классное качество за довольно бюджетную цену, и, наверное, даже уже в какой-то степени начинают опережать девятки от худой, просто потому что Color Pop выпускает их действительно в очень классных и трендовых оттенках. Худа же, например, остановилась на всех тех вот пяти основных драгоценных камнях, и после этого уже эту тему забросила. Сейчас сижу, монтирую видео, и до меня только что дошло, что совсем недавно у Худы вышла тройка именно тоже такого мятного, лавандового и розового цвета, и я совсем забыла о них в тот момент, когда монтировала это видео. Наверное, это значит, что они не особо стоят внимания, если они совсем не запомнились, и, честно, мне кажется, палетки Color Pop предоставляют абсолютно такой же набор оттенков, даже лучше, наверное, если брать их монотонность и за далеко более бюджетную стоимость. Еще один очень классный бренд и слегка недооцененный на русском YouTube, который выпускает действительно очень классные и яркие матовые и шиммерные разноцветные тени. Я сейчас говорю о Juvia's Place, и у меня это палетка под названием Zulu, и вот она действительно, наверное, типичное представительство ярких теней от данного бренда. Я не могу просто описать, насколько красивые вот эти шиммеры, они очень яркие, очень классные, вот этот голубой я по нему просто тащусь. При этом все оттенки работают действительно очень хорошо, вот этот фиолетовый, он тоже просто супер классный. Единственное, о чем стоит сказать, это то, что матовые у данного бренда, они не совсем привычны, они могут слегка пылить и быть не настолько супер пигментированными, как, например, на свочах, но при этом они хорошо наслаиваются, и их довольно просто приручить, если приложить небольшое количество усилий. Учитывая то, что Juvia's Place дает возможность попробовать какие-то действительно очень интересные, яркие оттенки, например, вот такого бирюзового-аквамаринового, как в матовом, так и в шиммерном плане. Я не видела еще ни у одного бренда, даже у Colourpop в их палетке Min2B, они не настолько насыщенные, не настолько яркие, поэтому обратить внимание на их яркие разноцветные палетки я бы точно советовала. А также они довольно часто устраивают различные акции, продают такие вот огромные палетки с огромными рефилами, например, за 7 долларов, за 10 долларов, вот эту, по-моему, я покупала вообще за 8, когда у них была от 50 до 70% скидка на все палетки, которые имелись в наличии. В общем, на таких сайтах нужно караулить, и действительно, когда появляются очень хорошие акции, немедленность, потому что эти палетки стоят внимания, и даже по сравнению с теми же самыми бюджетными брендами масс-маркета, как Maybelline или Wet n Wild даже, эти тени работают намного более на профессиональном уровне, они более пигментированные, более качественные, при этом их можно действительно урвать за такую же бюджетную цену, как и у других масс-маркетовских брендов. Далее идет уже заезженный и всеми известный бренд, который очень часто штампует различные цветные палетки. Я сейчас говорю о бренде Makeup Revolution, но, как я убедилась на собственном опыте, у них, конечно, качество теней отличается от палетки к палетке. Вот эту же я уже слегка опробовала, и она как раз-таки оказалась довольно удачной, по сравнению с теми, которые есть у них на сайте еще именно с разноцветными тенями. Я сейчас немножко посвочу, чтобы можно было показать, насколько они пигментированные, потому что далеко не все палетки Makeup Revolution отвечают, так сказать, стандарту хорошей пигментации и яркости оттенков. Иногда палетки-то выглядят действительно более чем замечательно, но по итогу, когда начинаешь наносить на глаза, понимаешь, что шиммеры, например, в особенности с шиммерами у них часто бывают проблемы, они могут не переноситься вообще, либо матовый, проявляется он действительно, наверное, в 10 раз менее ярко на веке, на коже, чем это происходит в палетке. В данной палетке пигментация очень даже хорошая, я думаю, это видно даже по свочам, и я ее рассматриваю исключительно, знаете, не как палетку на каждый день, а как палетку для каких-то фестивалей, для того, чтобы ее не жалеть. У нее очень большие рефилы, и также она предоставляет довольно большое разнообразие оттенков, с которыми можно поиграться, хотя все-таки в большую степень уходят такие более простые, если закрыть вот эту сторону, чем-то напоминает вот эти девяточки от Худы, но в целом это довольно-таки классная, более-менее бюджетная палетка с большим разнообразием оттенков, и при этом очень даже сносной формулой. Следующая, наверное, так называемая королева радуги, которая у меня имеется, это палетка от бренда Colourpop, как бы по сути самонаборная, но бренд составляет ее за вас, она приходит уже собранной, и я могу с уверенностью сказать, что это одна из лучших цветных палеток, которые у меня имеются, и также одна из лучших палеток в плане цветокатегории, потому что если обратить внимание, можно заметить, что, например, вот этот нижний ряд, это все такие цветные, но более-менее пастельные оттенки, приглушенные, и, кстати, данная палетка сегодня находится у меня на глазах, поэтому я думаю, вы можете оценить ее действий. Дальше идет ряд шиммерных, немножко глиттерных оттенков, затем идет уже матовый ряд действительно очень ярких таких пигментированных оттенков цвета радуги, и заканчивается все это дело уже чуть более бомбическими шиммерами и некоторыми более глубокими красными оттенками. В целом, мне кажется, при помощи данной палетки можно повторить практически любой разноцветный макияж, который только придет в голову, и при этом пигментация матовых оттенков здесь просто на ура, они наносятся настолько ярко. Я, кстати, не делала ни каткриз, я не наносила никакую базу для глиттера под низ, под вот эти тени, все это дело исключительно тушевалось кистью, и в целом вот они, смотрите, как ярко легли. Я не потратила какое-то дополнительное количество времени для того, чтобы их нанести, либо растушевать. Некоторые тенюшки могут слегка пылить, но при этом пигментация у них на высшем уровне, именно поэтому данная палетка здесь оказалась прям вот супер удачной. И если бы мне сказали, что из всех палеток, которые у меня имеются, цветных палеток, я могла оставить бы только одну, 95% за то, что я бы оставила только ее, и я думаю, что до конца жизни мне бы хватило оттенков на любой случай и по любому поводу. Однако, если же все-таки вас интересуют какие-то более приглушенные цвета, либо вам хотелось бы попробовать и выбрать какую-то более интересную гамму, я бы, наверное, предложила составить свою самонаборную палетку. Она у меня, конечно, не такая цветная, как вот эта радужная, но в целом сюда-то, в принципе, можно добавить абсолютно любые оттенки, которые конкретно вы захотите выбрать, и очень часто Colorpop делает акции с небольшой скидкой на такие самонаборные палетки. По-моему, вот эту я купила за 38 долларов, уже полностью наполненную, и я выбирала каждый оттенок самостоятельно. Как известно, формула от сней Colorpop довольно-таки постоянная, то есть там нет каких-то резких скачков в качестве. Если у вас есть хотя бы какие-то тени от бренда Colorpop, и вы знаете, что они вам нравятся, шанс того, что вам понравится та самонаборная палетка, которую вы соберете, очень высок, потому что вот этой палеткой я пользовалась, наверное, около 5-6 раз, и пока я не наткнулась ни на один оттенок, который работал бы так, что меня бы это расстраивало. Поэтому, если не хотите покупать уже что-то собранное, цветное, яркое, и вам нужно что-то тоже цветное, но при этом более приглушенное, можно выбрать и составить это дело самостоятельно. Плюс у Colorpop имеется очень интересный набор красивых, разноцветных, доохромящих однушек, часть из которых я, кстати, добавила вот в эту палетку, и мне на самом деле очень просто сильно нравится вот этот нежно-голубой, слегка бирюзовый оттенок, он очень пигментированный, он супер-супер красивый, и называется он Heavenly. Так что да, плюс данной палетки в том, что вы можете выбрать только те оттенки, которые вам действительно нравятся, и на которые ваше воображение откликается. Главное не переборщить с нейтральными коричневыми, потому что иногда можно заиграться, и тогда вся палетка будет выглядеть точно так же, как все другие ежедневные. Что ж, с каждым разом становится все меньше и меньше кандидатов, и раз я уже рассказала о моей так называемой Королеве Радуги, я думаю, что не стоит исключать из виду еще одну супер-качественную, пигментированную, при этом яркую разноцветную палетку, которую выпустил бренд Анастасия Баверли-Хиллз почти год назад, чуть меньше, чем год назад, и у меня имеется именно ее фиолетовая версия, также в какой-то момент я покупала ее оранжевую версию, она, кстати, сейчас продается с хорошей скидкой на сайте американской Сифоры, и как раз таки она была выпущена, та оранжевая палетка, исключительно для американской Сифоры, поэтому если вам нравятся те оттенки с бабочками, возможно, сейчас самое время их приобрести, но конкретно та палетка мне не зашла, потому что я заметила в ней очень большое количество именно коричневых, оранжевых, таких довольно повседневных оттенков, и для таких оттенков я предпочитаю больше классическую формулу Анастасии Баверли-Хиллз, либо вообще другие бренды, а такие вот яркие пигменты я хочу иметь именно в таких необычных, неординарных оттенках, которые у меня нет в других палетках, поэтому я решила сдать эту оранжевую назад в магазин, и оставила для себя именно фиолетовую. Формула здесь действительно очень яркая, тени пигментированные, красные оттенки и те, которые уходят в оранжевый и красный, могут тинтовать кожу, тинтовать века, все синее, фиолетовое, зеленое, и даже розовым я такого не заметила, у меня не оставалось никаких следов, но опять же говорю, оранжевые и красные, рыжие, красноватые, все-таки тинтуют века. Несмотря на то, что фиолетовая гамма довольно заезженная, и я не страдаю какой-то определенной степенью любви, конкретно к данной палетке, все оттенки, которые в ней имеются, довольно неординарные, даже для моей очень большой коллекции, поэтому я очень рада, что она имеется у меня в арсенале, и периодически я ей пользуюсь, особенно часто обращаюсь к ней за вот этими двумя рядами, в которых находятся розовые и фиолетовые оттенки, вот аналогов им как раз-таки нет вообще нигде. Я говорила об этом уже в видео про свои фиолетовые палетки, там у меня целый набор, по-моему, около 10 штук, подобной гамме, если вам интересно, обязательно приходите, смотрите, потому что там тоже есть о чем послушать, но в общем и целом, если ставить ее в мой рейтинг разноцветных палеток, она будет, наверное, на втором месте, после палетки бренда Color Pup, потому что там, конечно, гамма чуть более разнообразная, но по пигментации, по работе, и по тому, как эти оттенки смотрятся на глазах, насколько ярко и креативно получаются макияжи, второе место я обеспечена, первое, просто, знаете, такое субъективное, просто потому что данная гамма недостаточно разнообразна для меня, но вот такая вот я привереда. Еще одна довольно бюджетная версия теней, которые могут подойти на каждый день, но при этом обладают довольно большим цветным качеством, это палетка Zodiac от бренда BH Cosmetics, я давно ее не показывала все на канале, это был, наверное, первый раз, и последний раз было пару лет назад при разборе косметики, и в целом, это довольно интересная, слегка уходящая в разноцветную сторону палетка теней, с целым кругом, хотя, сказать, рядом, но, как видите, здесь такая карусель из рефилов, с целым кругом различных разноцветных запеченных оттенков, которые наносятся очень интересно, очень ярко, здесь есть и какой-то не супер броский, но при этом довольно заметный, зеленый, фиолетовый, синеватый, голубой, такой очень красивый желто-зеленый, дуохром, который мне чем-то напоминает, оттенок в палетке Gold Наташа Динона, и при этом здесь также представлено довольно большое разнообразие матовых теней, для оформления абсолютно каждого шиммера, который имеется в этой палетке, я не буду сейчас сильно критиковать ее за то расположение оттенков, которые здесь имеются, также вот этот большой рефил мне не очень нравится, мне кажется, этот хайлайтер, или это какой-то, знаете, такой универсальный светлый оттенок, практически бесполезным, он какой-то слишком такой крошибельный, но вот сами тени очень классные, они супер яркие, запеченные оттеночки, они наносятся красиво, у них довольно необычные сами оттенки, не типичные для большинства палеток теней, и в целом она, конечно, может стать очень хорошим дополнением в коллекцию теней, если вам хочется поиграться с цветом, но при этом не перебарщивать, не уходить на сторону какого-то такого, знаете, раздушного безобразия. И закончим, наверное, не совсем разноцветными тенями, но все же это довольно нетипичная гамма, и включить ее именно в палетку на каждый день, у меня рука не поднялась, потому что очень часто при помощи данной палетки выходят очень эпатажные, интересные розово-салатово-зеленые макияжи, и я думаю, что вы и так догадались, говорю я сейчас о второй венере от бренда Lime Crime. Я люблю эту палетку, знаете, наверное, очень нежной любовью, потому что, несмотря на то, что на первый взгляд она кажется довольно приглушенной, и совсем такой не цепляющей макияжи, при помощи нее выходят очень красивые, и вот эти очень интересные розовые и оранжево-апельсиновые оттенки настолько красиво контрастируют с зелеными, которые находятся здесь, что вот эта, на первый взгляд, приглушенная гамма на глазах выдает действительно потрясающе красивый, яркий цветной результат. Так что, если вы хотели поэкспериментировать исключительно с розовой и зеленой гаммой, я бы посоветовала обратиться в первую очередь к этой палетке, потому что она настолько грамотно подобрана, что наделать с ней ошибок практически невозможно, а каждый макияж получается настолько красивый и неповторимый, что хочется возвращаться к ней снова и снова. С радуга тут, конечно, не поиграешься, но вот эти три гаммы, которые представлены в ней, появляются очень и очень удачными. И на этом буду заканчивать мое сегодняшнее видео. Я очень надеюсь, что оно оказалось для вас полезным. Обязательно пишите в комментариях о ваших любимых красноцветных палетках, либо, в принципе, гаммы, в которые вас периодически затягивает. Например, я обожаю зеленую, розовую и фиолетовую. Ну, я думаю, это и так понятно из того, что у меня имеется. Но все мы разные, и мне очень интересно послушать конкретно ваши мысли. Также обязательно ставьте лайк под этим видео, чтобы поддержать меня и смотивировать меня, наверное, выпустить какой-нибудь еще подобный марафон, возможно, посвященный другим продуктам, либо также придумать больше тем, посвященным палеткам теней. И спасибо вам огромное за просмотр, за ваши лайки, за комментарии, за то, что вы подписываетесь на меня каждый день. Медленно, но верно мы растем. Ну, а я с вами надолго не прощаюсь, потому что мы увидимся с вами уже очень-очень скоро в моем завтрашнем видео. Пока-пока! Пока-пока!